Здорово, комрады! Вот иду выбирать сушинку. Хочу вам показать, что здесь творится после, так сказать, урагана и далее. Стволы валяются с всех сторон. Березы и пехтушки, чего здесь только не валяется. Поломала просто деревья. Это правда тонкая, но толстая также валяется, сломанная. Вон обломанная стоит. Еще какую-нибудь сушинку такую, чтобы можно было подобраться к ней. Пехтушки в основном стоят, конечно. Пехтушки не сильно крепкие. В основном внизу подгнившие. Вот вообще свежак стоит. Просто сломанный. Вот еще один свежак стоит, просто сломанный. О, не, на верху наполовину деревья сломала. Просто соображаю. Чего, конечно, тут порубасить. Вон стоят хорошие, кстати, сушинки. Сейчас к ним пойдем. А может быть они нормальные. Тест драйв еще. Кто здесь такой ходил? Слежие следы. Некий вот. Еще охотник на студе. Похоже на какие-то копытцы. Может, в проза ходил. Снег свежий. Поэтому я буквально недавно ходил. Ну ладно. Не так и важно. Так, вот сушинка, вот сушинка. Это такая серьезная толстая сушинка. Сейчас камеру поставлю, попробуем. Так, взяла два топора. Просто показать. Отодвинуть. Вот мой соболь. Тестовый. Вот морал. Второй. На 75 рукояти. В общем, я их взвешил. Сегодня мой соболетчик весит килограмм 350 грамм. Вот. Немножко. А, морал весит килограмм 850 грамм. Вот. Моральчик. Сейчас посмотрю, насколько я устану. Я после работы, вчера я ездил на рыбалку, набурился лунок, наверное, штук 150, наверное, их. Ну, что-то точно пробурил. Что-то замаялся я, бурится. И на тесты не поехал. Поэтому соболя взял на всякий случай. Думаю, силы было, что-нибудь соболем еще порубаю. Не будет так. Другой раз им порубаю. А начну, продолжу тесты. Продолжу тесты морала второго. Видите, как соболек хорошо устраивается. Раз. И он уже висит. Вполне себе. Вполне себе удобно, так сказать. Будет висеть. Так же, как и моральчик. Будет висеть. Так раз. Вон. На крючочек. И все. Будет висеть. Звук глухой. Смотрим, гневая нет. Внизу подпревшая. Блин. Так. Основно пихтушки тут стоят. Полугнилые пихтушки. Елки. Коротайга, грубо говоря. С этой стороны. Тоже она гнилая. Гнилая. Тут даже валить-то просто. Особо не вижу. Так. Иду я, наверное, просто сломану. Он точно свежий. Посмотрим, как валит. Потому что что-то я тут не знаю. Найду ли я не гнилую пихтушку. Сосин тут нет. Так. Ну, сейчас еще туда чуть подальше пройду. Особо улег поскадить. Так. Нашел крепкую осинку и пихтушку. О! Тушинка. Нормально. Уступаем. Фу. Ладно. Туда смотрит. Ну, маленько вот так правее завалю. Очищаем ствол. Делаем косой надруб. Все равно уже маленько подплевший. В центре довольно-таки крепкая. Так. Делаем-ка я перчатки. И сниму куртку. Что-то сегодня потеплело на улице. Плюсовая. Что-то не плюсовая, наверное. Ну, небольшой минус, наверное. Совсем небольшой. Так подручный. Камера-то пишет, пишет что ли. Ну, примерно так. Так. Теперь нужно зайти с другой стороны. Камеру отсюда брать. И вот пойдет, так сказать, на камеру. Подготовим пути отступления. На всякий случай. Для этого уберем. Ух ты! Ветка дается. Прямо по лесу хрисило. Прямо по лесу хрисило. Сейчас все будет мешаться. Надо все поубирать. Так. Еще немножко. Валить я хочу туда. В сторону первого заруба. Сейчас сделаю с противоположной стороны. Такой же косой подруб. То есть он будет идти вот так. И спокойно туда ее, она должна пойти. Внешние слои подпревшие. Под корой. Но в середине ядро хорошее. Такое. Нормальное. Так. Что меня зацепили? Что за резко? Так. Да. Так. 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 Так, осталось здесь, наверное, сантиметров около 10. Надо аккуратнее. Качаться-качается, пока еще не идет. Еще чуть-чуть. Осталось немножко. Вот так. Срубасил. Покажу. Видите, какой получается заруб, как бы скос в одну сторону, а в другой стороны, как положено, в другую сторону. Дерево держится вот здесь и здесь получается. И всегда можно проверить, как оно уже еще стоит. Вот. И аккуратненько, если что, завалить. Мне такой способ показали, каким способом я и пользуюсь. Какие-то там венкийские способы. Все остальные я не использую. Потому что мне, в принципе, и так удобно, если что-то надо. Вот. Топорик. Вот. Хорошо влезается, на самом деле. Масса чувствуется. Ну и, конечно, помогает, если сил хватает. Так. Сейчас, наверное, на выходе там более свежую завалим, чтобы не было вот этих подпревших концов. Вы видите, здесь, получается, живую древесину-то. Сейчас камеру сниму. Вот. Желтенькая, живая древесина, да? Ну, это ближе к комлю. Повыше там посвежее. В принципе, два-три таких, ну, парочку таких стволиков, может, и хватило бы на ночевку более-менее теплый период. Хе-хе. Зимой, конечно, отдельная тема. Да и пехта, она, как бы, не всегда подходит, конечно, для таких костров. Ну, на корыняк, если деваться некуда, когда вот такая вот местность, то и пехтушка ничего. Она довольно-таки смолистая. Гореть будет жарко. Можно и березки порой сырой туда подкинуть. Она вроде и сырая, но горит тоже хорошо, когда займется, так сказать, на безрыбье и всякое разное. Береза, рыба. Ладно, идемте там еще одну завалим. Но вернусь пока своим следам. Ну, вот соболётчик рядом с моралом вторым. Как игрушка. Хе-хе. Реально. Намного легче, намного манёвренней. Морал второй, конечно, уже серьезный топор. Так, ну вот, пехтушка. Сейчас я ее тоже завалю. Тут корень довольно-таки, комик довольно-таки толстый. Значит, подрублю с той стороны, оттуда вот. И потом отсюда уже буду валить вот сюда, в принципе. Все равно она уже в скором времени засохнет, сгниет. И это будет очередная сушина. Так что можно и завалить. Она буквально небольшая. Да. Ну и так, да. Она буквальноë вполне практически все жестко! 같아zer Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, я уже начал потеть DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 даже как-то повеселее пошло даже пошел на расширение прорубок не так жалко больше рубить как морал во вторым тут же у меня морал 2 маленько под измотал сейчас разница получается в 500 грамм в пол килограмма и динамика разгона длинные рукояти очень специфично нормально вкладываться чтобы разогнать опилки разогнать так сказать отков здесь как швейная машинка тюк 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 можно даже столько усилий не прикладывать так сказать не так динамично работать так что следующий топор который будем разыгрывать какой-нибудь такой легкой линейки возьмем типа сайга мини или сайга там посмотрим что в наличии будет искать что ничего не оплатит из топоров тот и выберем а потом вернемся опять в средний вес легковесный будет следующий анонс на следующий проект подарков не будем разгоняться закончу спокойном темпе размеренно а 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 у а а а Здесь у нас сантиметров 10 полноценных, только сантиметров 15 Может чуть меньше, надо уже посматривать Хотя дерево свежее, но в принципе не страшно Опять маленько подрасширил проруб, чтобы полегче шло Так, ну посмотрим Еще можно рубить Еще можно рубить Все-таки сэкономил силы и морала вторым Надо было с той стороны чуть побольше подрубиться Было бы интересней Сейчас приходится с этой стороны больше усилий прикладывать Уже качается Что здесь будет еще Что здесь будет еще Ошибка была, что там подрубил мало Слишком много остается еще Уже хрустит, но держится Сэкономил силы на морале втором с одной стороны Теперь не хочет стволу Легко валится Приходится Видите, топор Уже полностью туда залазит По глубину, так сказать, заруба Это уже, конечно, неудобно Видите, насколько приходится его заглублять Надо было с этой стороны Надо было с этой стороны Здесь вот Если по этому откову всего лишь Лезвие заходило Надо было довести примерно до обуха То есть, по сути Вот До обуха с одной стороны Примерно до середины обуха И мне бы здесь уже хватило Чтобы его дорубить Но это сейчас Соборем так раз размышляю Моралом Что-то лишний удар не хочется носить Это вот в плане выбора Более тяжелый отков Более легкий отков Уплохался я на тяжелом откове Это мои такие физические данные Но я не думаю, что большинство людей Здоровье больше, чем у меня В основном примерно так же В лучшем случае Давай Уже Валить-то все Ну надо Ствол нельзя оставлять Хрустит, но не валится Там осталось не так и много И висит она буквально На какой-то фигнюшке Так, ладно Сейчас, наверное, так Лучше доломаю Потом пойдет не в ту сторону Вот, держался-то на ни о чем Да Держался не о чем Ошибка была, признаю С моей стороны Неправильно Сделал первую за руку Видите, на чем он держался Вот этот Вот этот кончик Буквально здесь Два сантиметра Его держал Ну, здесь-то чуть-чуть Здесь я уже дорубил до середины С этой стороны тоже До сюда вот дошел Совсем чуть-чуть держался Вот Это опасный, конечно, момент Надо было чуть дальше Прорубать С основной стороны Было бы поруще Маленько Ладно Так Ладно Подведем итоги Вот там Сильно меня в видео не ругайте Все-таки морал второй Это как бы Чуть ли не Один из небольших моих опытов Его эксплуатации Как бы я логически И физически понимаю Что я как бы Не совсем ему соответствую Поэтому сильно Его не брался тестить Потому что Не вывожу Если честно Такой отков И сразу устал Запыхался И уже Совершил ошибку В плане подбора Первого подреза Дерева И так Оно сложно уже Начало падать Фу, да Ладно В общем Тест прошел Тест прошел С этим топором я больше ничего делать не буду Мне в принципе Ухватило Тех 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 Так сказать Тех Моментов эксплуатации Тестовых Которых я провел В общем топор будет разыгран Разыгран примерно 12 декабря Я говорил будет разыгрыш Сниму это дело На камеру Покажу выигрыш у человека Все, потом свяжусь с ним И топор ему уйдет Топор Морал 2 На 75 рукояти Кузница Топор Сип Спасибо вам за ваши заказы Мира, счастья, здоровья и ваш дом В это непростое время Особенно здоровья и ваш дом Всего счастливо, до новых встреч